Приветствуем вас, уважаемые друзья! В эфире программа по изучению уроков субботней школы со Славянской Церковью Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Благодарим, что вы сегодня с нами и особенно за ваше участие, выражающиеся в лайках и комментариях. Ваша реакция на наши видео помогает распространению подобных программ духовного содержания в социальных сетях, а значит, вы таким образом вовлечены в дело служения окружающим людям, ближним и дальним. Сегодня мы продолжим размышлять над темой «Божья миссия для нас». Мы будем открывать Священное Писание и постараемся понять, к чему приглашает нас Господь и что в наших силах, когда мы говорим о деле благовестия. В прошлый раз мы говорили о мотивации и подготовке к миссионерскому служению, а сегодня на основании слов самого Господа Иисуса Христа мы затронем вопрос действия, воплощения Евангелия в нашу жизнь. Время летит очень быстро, сегодня у нас уже седьмой урок, а это значит, что половина квартала позади, и мы находимся во второй половине изучаемых тем. Итак, сегодняшний урок носит название «Миссия по отношению к ближним». И, как обычно, к этой теме был дан памятный текст, и он записан в Евангелии от Луки, 10 глава, 27 текст. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Расскажите, пожалуйста, что это за история записана у Евангелиста Лука, и кому обращены эти слова? И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левитбов на том месте подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, «Иди, и ты поступай так же». История, на основании которой будет построена вся наша сегодняшняя беседа. Так вот, я возвращаюсь к прежнему своему вопросу. Все-таки, вкратце, вот что произошло тогда у Иисуса с этим человеком? Что за беседа эта была? Вы знаете, очень интересная беседа, и тут несколько очень интересных моментов. Первое – это то, что этот законник был подослан фарисеями и книжниками для того, чтобы подловить Иисуса. Об этом нам говорит Елена Вайт. И этот законник задает вопрос Иисусу, который мучил его. Он исследовал Писание, он много знал. Елена Вайт говорит, что законник знал ответы на этот свой вопрос, но ему не хватало глубины. И именно за этим он обращается к Иисусу. Да, благодарю. А вот мы упомянули, что человек пришел для того, чтобы искушать Иисуса, или по-другому сказать, как мы уже говорили, подловить его на этом вопросе. А как вы считаете, стоит ли все-таки отвечать на подобного рода вопросы, вступать в спор, если эти вопросы, скажем, носят богословскую тематику? Вообще, вот в чем разница между таким выражением «метать бисер перед свиньями» и уважением к людям? Вот как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что вступать в спор не нужно, но можно поступить так, как поступил Иисус. Каким образом? Я себе вот выписала несколько, четыре момента, как Иисус отвечал на этот вопрос. Первое, Иисус задает вопрос законнику. То есть тот ему задает вопрос, да? Иисус перенаправляет вопрос ему. А Иисус задает свой вопрос. Второе, законник отвечает, потому что он знает, он исследовал Писание. Он отвечает, и отвечает правильно. Иисус подтверждает сказанное им. И уже, получается, книжники и фарисеи остаются ни с чем. Потому что ответ идет на основании Библии. И получается, что Иисус на каверзный вопрос, который был задан с целью его подловить, ответил с помощью того человека. Очень хорошая методика, действительно. Вообще, это считается такой, знаете, как говорят, еврейский вариант отвечать вопросом на вопрос. Но, тем не менее, в этом содержится мудрость. Потому что, задавая вопрос, ты ожидаешь ответа. И Иисус дожидается ответа. Знаете, есть люди, которые, задавая вопрос, сразу сами отвечают. Таких людей называют, знаете, люди как радио. Вот они разговаривают сами с собой. Нет, интересно, что Иисус задает вопрос и получает ответ, дожидается ответа. И уже тогда из этого ответа вытекает и непосредственный тот ответ с вопросом, который пришел этот законник. Вот интересно, что как на примере вот этой истории Иисус использует даже такую ситуацию в миссионерских целях? Иисус использует любую возможность рассказать людям об истине. Каждый разумный человек, я думаю, задавал себе вопрос, почему я здесь, что я делаю в этом мире, для чего я рожден на этой земле. Этот вопрос выходит из каждого сердца. Вот в этом повествовании Иисус изобразил себя и свою миссию. Мы не всегда должны оценивать людей по их жизни, когда они что-то говорят и проповедуют. Мы зачастую, когда знаем жизнь, допустим, проповедника, которая не очень отличается, допустим, благочестием, может быть, или с нашей точки зрения, или человека, который вышел за кафедру, с нашей точки зрения этот человек не очень достойный. Но говорит он хорошо. И мы начинаем внутренне, возможно, осуждать его, что он живет не так, как говорит с кафедры. Но вот как раз вот тут, да, тоже мы видим пример того, что даже человек не особо сильно посвященный, он может свидетельствовать о Христе. Он может рассказывать о Христе. И даже с его свидетельств люди могут принять Иисуса. То есть нельзя отрицать даже такое свидетельство. Да, Иисус говорил мне не один раз, что вы слушаете, что они говорят, но не делаете, не поступаете так, как они. Благодарю. Да, в самом деле к Иисусу пришел человек, знающий закон, как говорится, на зубок. Он так в Библии назван, законник. Считая себя профессионалом в этой сфере, он решил испытать Иисуса. Иисус понимал намерение этого человека, но при этом, проявив терпение и уважение, поднял самый главный вопрос человечества, вопрос спасения. При этом подав его в ракурсе миссионерского служения. Иисус показал, что недостаточно знать правильные ответы на вопросы. В своем наставлении законнику он подчеркивает важность практической стороны верующего человека. Иисус как будто предлагает этому человеку примерить на себя одежды спасения. Сделав это, и спрашивающие, и присутствующие пришли в замешательство. Им пришлось задуматься над своей жизнью. Этот вопрос актуален сегодня и для нас. Прочитайте, пожалуйста, из Евангелия от Луки, 10 главы, 26 текст. И ответьте на вопрос, на что направляет внимание Иисус этому законнику. Прочитайте, пожалуйста, текст. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь. Мы четко видим, что Иисус обращает внимание человека, этого же законника, именно на Писание. И он говорит, как ты читаешь, как в законе написано. То есть это ли и мы не должны делать. То есть это такой достаточно яркий пример. И Христос конкретно говорит о том, что чтобы понять лучше Бога, чтобы понять лучше даже закон Божий, нам нужно просто читать. Ну вот интересно, почему все-таки Иисус обращается именно к Писанию? Это все равно, что доктора математических наук спросить, расскажи, пожалуйста, таблицу умножения. Ну разве этот человек не знал Писание? Вот как вы считаете, почему Иисус так разворачивает их разговор? Ну потому что зачастую мы много знаем, но мало делаем. И когда наш взор все-таки обращается конкретно к букве, именно к букве, вот тогда восприятие может отобразиться именно то, что ждет от нас Бог. Когда мы открываем и читаем уже давно известные истины, давно понятные истины. Но эта истина может открыться нам совершенно в другом ракурсе, по-другому совершенно. И зная законника, зная их любовь к четкому восприятию, к четкой подаче этой буквы, Иисус как раз-таки хотел обратить его внимание, что еще раз посмотри, как ты читаешь. А я бы хотела чуть вернуться назад к вопросу законника. Он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мы можем что-то сделать, чтобы получить жизнь вечную? Вот я так хотела сказать, что мало читать Библию и знать, нужно еще жить так, как там написано. Давайте обращать, что написано, потому что в Библии нигде не написано, вот нужно это, это сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Нет, это дар, который нам Господь подарил. Ну, там дальше мы будем читать, возлюби Бога и ближнего своего. Он подведет вот все-таки к ответу на этот главный вопрос. Но он все-таки обращает наш взор именно на то, чтобы мы упражнялись, упражнялись в чтении истин, в понимании Христа, в понимании его характера. Это как один плюс один равно два. Одного без другого не бывает. Это очень важный момент, потому что зачастую люди сегодня предпочитают опираться на какие-то собственные ощущения, эмоции, говорить о каких-то опытах личного характера. Но Иисус говорит, что читаешь. Чтение никто не отменял. Даже в наш век технологий, когда одним кликом мы можем оказаться где-то в другой реальности, но чтение никто не отменял. Чтение и изучение имеется в виду. Это очень важный аспект, особенно если речь идет о Священном Писании. В самом деле, отвечая на вопрос пришедшего к Нему человека, Иисус освещает важные аспекты, необходимые для спасения. И один из них — это исследование Писания, в котором раскрыта вся полнота истины и даны ответы на все вопросы души человека. Зачастую эти ответы не лежат на поверхности, но требуют кропотливого поиска. Они в самом деле есть, и найти их можно, только изучая Слово Божие в смирении, прося воздействия Духа Святого на наши сердца. Итак, чему же нас учит все-таки вот эта история встречи законника с Иисусом, как вы считаете? То, что мы изучаем, мы должны так поступать. Не просто выдавать теорию, но жить по слову этому. Мне что-то вспомнилась Исаия, первая глава, когда, вы знаете, наверное, хорошо эти слова, когда Господь через Исаию говорит, что мне уже противны ваши жертвы, мне не нужны ваши, все, что вы приносите, что вы топчете дворы, потому что Он говорит, омойтесь, очистите, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Мне кажется, вот эти принципы, если они живут в нашем сердце, вот тогда мы делаем Божью миссию. Одно дело читать, изучать, знать, это хорошо, это нужно, но этого недостаточно. Нужно это все воплощать в жизнь, и тогда будет с этого толпы. Зачитайте, пожалуйста, Иакова, вторая глава, текст из 15 по 17. Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Вот что общего между вот этой историей, которую мы рассматриваем, и вот этими текстами? Тут снова все упирается в то, что нужно проявлять все в действии. Вот, например, возьмем историю Ноя. Бог ему сказал построить ковчег, что будет потоп. Но не знал, что такое дождь, что такое потоп, этого всего не было. Он поверил Богу, да? Если бы он только поверил и ничего не делал. Даже трудно представить такую ситуацию. Поверил, да, верю в Боже, будет это. Ну и все, поверил, и все. Но его вера отразилась в делах. Он начал строить ковчег, он его построил. То есть одной веры мало. Она нужна, это фундамент. И дальше она должна возрастать, проявляться в делах. Да, ну и конкретно у апостола Иакова написано, в чем проявляется вера верующего человека. Давайте вот мы еще раз об этом расскажем. Здесь даже говорится, что не делами ли оправдался Авраам. То есть мы можем... Вера, это хорошо, как мы говорим, это одна составная. Но дела ты можешь оправдаться или быть осужденным. Но на самом деле все-таки дела, я думаю, проистекают из веры. Потому что когда у человека есть вера, тот же Авраам, да, он действительно поверил Богу. Но Бог ему не только сказал, что будет. Бог ему сказал, будет, и ты иди делай. И он поверил, и действительно из веры проистекают дела. Точно так же и у нас. Дела без веры нам не принесут спасения никогда в жизни. И вера без дел тоже, она мертва написана. Поэтому вот это вот, знаете, постоянное составляющее две, зачастую нас как бы уличает в том, что мы больше законники, да, нашу конфессию. Но когда ты углубляешься и понимаешь, что на самом деле все должно быть вместе, в связочке, то есть и вера, и дела крепко связаны между собой, нельзя их разделить вообще никаким образом. Да, вообще этот вопрос очень важный и очень часто возникает как спорный вопрос у многих людей. Так что же важно, вера или дела? И многие люди пытаются делать очень много поступков добрых в надежде на то, что они спасутся, и при этом отвергают вопросы истины. Но вы знаете, я когда-то слышала такую иллюстрацию, и, в общем-то, я с ней согласна, что вера и дела, они как весло, два конца одного весла, да. И вот если мы будем грести только одним концом, верой, допустим, да, вот мы будем на одном месте вращаться, если мы будем только делами управлять, это тоже надо. А вот если действительно есть этот баланс, вот тогда лодка наша будет двигаться вперёд. Вот это очень важно. Мне кажется, это как раз была проблема того времени, когда Иисус был на этой земле, потому что они насколько усложнили Божий закон, добавив вот там разных ещё правил, предписаний, что действительно людям было это тяжело воспринять, что вот сколько нужно делать, сколько нужно всего сделать, чтобы вот дойти до хотя бы до какого-то уровня. Вот сатана так и работает. Он пытается на нас как бы наложить ермо больше, чем вообще Господь сказал. Он пытается загрузить, то есть истину немножечко, не немножечко, а хорошо отодвинуть, загрузив какими-то правилами и понятиями, чтобы человек постарался заслужить, а заслужить невозможно, вообще невозможно. Всё дало нам даром, абсолютно. Проблема всегда, что мы обычно идём или в одну крайность, или в другую, то есть или себя чувствуем возвышенными, что нам там, вот как этот законник, ну что ещё мне сделать, как бы я всё исполняю. Или что ты грешный, тебе уже нет выхода, всё, а тебя Господь не может простить. И вот в этих, как бы сатана постоянно бросает людей в эти крайности. Ну как Виктория сказала, вот этот баланс, когда это весло посередине, и мы двумя концами работаем, тогда вот оно видно сразу в жизни человека. Говоря в унисон с тем, что Светлана сейчас сказала, даже ученики, которые находились рядом с Иисусом, столько времени, они задают вопрос, кто же тогда может спастись? Вот результат вот этих вот отягощений, которые люди только видели перед собою. Правила, законы, границы, предписания и больше ничего. Это в самом деле очень важный момент. Важно отметить, что нравственные законы в израильском обществе были на высоком уровне. Постановления и законы, данные самим Богом, были мирилом справедливости и поднимали ценность человека как носителя божественного образа. Но тем не менее, еще с физхозаветных времен пророки призывают народ к добру, правде и милости. Иисус в беседе с законником также указывает на важность этих заповедей, потому что наличие и знание закона не является показателем того, что этот закон исполняется. Иисус хотел, чтобы Израиль понял закон по-новому, сосредоточился на Боге и на ближнем. Мы также сегодня должны понять, что поклонение и послушание Богу напрямую связаны со справедливостью и человеколюбием. Эти установки идут рука об руку так же, как справедливость и милосердие к ближним, связанные со смиренным вхождением перед Богом. Потому что забота о нуждающихся берет свое начало от Бога, от того, кто заботится о своих детях, проявляя к ним сострадание и милость. Один писатель так резюмировал евангельские указания относительно бедных. Говорить о бедности значит касаться сердца Бога. Так все-таки, если отвечать на вопрос вот этого человека, который пришел к Иисусу, можно ли все-таки получить жизнь вечную? И каким образом? Все основывается на двух заповедях. Вот представь, Татьяна, я пришла к тебе, и вот у меня на сердце очень плохо. И вот я спрашиваю, вот что мне делать, чтобы спастись? Что бы ты мне ответила? Как одна моя знакомая говорила, иди в церковь, иди к Богу. А вот я всю жизнь, вот я как законник скажу, да я рождена в церкви, а все равно мне плохо. Вот не чувствую я вот какого-то вот этого единения. Помоги мне. Я вот вижу свет в твоих глазах. Пост и молитва, и будем молиться вместе, чтобы Господь открыл себя тебе. Спасибо. И тогда Господь откроется, я верю. А вот на основании Священного Писания может мне кто-нибудь что-то еще подсказать, помочь? Ну вот Матфея, 22 главе записано, да, с 37 стиха по 40. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. На си в двух заповедях утверждается весь закон и пророки». В Луки мы тоже читаем подобные же стихи. И можно сказать, с уверенностью можно сказать, что эти две заповеди, которые говорит Иисус, это не что-то новое. Он не отменяет закон. Он не говорит что-то новое. Но это как бы краткое резюме, да, того, что говорится в законе. В десятисловном законе, да? Первые четыре заповеди, они нам рассказывают о том, как мы должны любить Бога. Не произносить имени Его, да, чтобы у нас не было других богов, поклоняться только Богу и чтить субботний день. Как памятник творения. Памятник творения. И в этом проявляется наша любовь к Богу. И остальные шесть заповедей – это то, как мы должны любить людей. Не убирать, не воровать, не говорить что-то неправду о людях, да, что мы иногда, наверное, делаем. Возможно, не сознательно, а может и сознательно. Не завидовать, почитать родителей, что тоже очень важно для нас, да? Да, вот интересно, ты, Ирина, сейчас затронула такой вопрос, что действительно мы порой люди, мы из десятисловного закона как будто бы вычленяем главные заповеди и второстепенные, да? Вот если человек сделал это, ну это, ну это он грешник, ну явно. Мы уже даже не будем называть эти заповеди, да? А вот если хронический лжец, это пройдет. Даже редко на замечание ставят, понимаете как? Ну а за зависть тут вообще никто даже не рассуждает. А вот интересно, что Иисус говорит, вот возлюби Бога и возлюби ближнего. А как возлюбить ближнего? Я уже давно это все прописал. Вот так что очень важный момент. Ну вообще я даже вижу в этих выражениях знак равенства, да? Возлюби Бога равно возлюби ближнего. Да, вот можно ли одно без другого, чтобы было? Я люблю Бога, но страшно ненавижу людей. Да, или хотя бы даже одного кого-то. Или же люблю людей всей душой, а в Бога не верую. Ну что, есть люди, которые отделяются от общества, они становятся отшельниками. Аскетами. Насколько полезна эта жизнь? Вот они хотят только с Богом, вот подальше от людей. А как ты можешь проявить тогда любовь к ближним? Как некто говорит, ну что, я могу Бога обнимать? Я же не могу Бога обнять, там его, прикоснуться к нему. А вот люди в наше время, они нуждаются. Вот в простых объятиях, даже в какой-то улыбке простой. Узнать, как у тебя дела. Я читала однажды историю, мне она очень понравилась, сейчас я и вспомнила, что однажды одна женщина шла по улице какого-то города, было холодно, зима, и она увидела мальчика, который сидел в каких-то кроссовках рваных на улице. Ну, видно было, что он замерз. И рядом был обувной магазин, и этот мальчик вот так вот иногда заглядывал туда. И она это увидела, она взяла его за руку, зашла в этот магазин, попросила, чтобы продавцы-консультанты принесли ей тазик с водой, обмыла ноги этому ребенку, купила ему носки, купила ему обувь. И когда она уже ему помогала их одеть, он спросил, а вы жена Бога? Как же здорово, да. Вот устами младенца глаголит истина. Класс. На самом деле, вот как люди могут увидеть Бога? Только через добрые дела, только через добродетель. Что интересно, что вот в десятисловном законе, мне кажется, нигде нету слова любить. Но Господь вот так суммирует все, возлюби Бога, и вот 10 заповедей, они как бы раскладывают все по полочкам. Вот если ты это делаешь, это ты проявляешь любовь. Если вот ты не произнес ложного, то ты этим тоже проявляешь любовь. Инструкция. Да, да. Если ты сохранишь субботний день, день покоя, это ты показываешь, что ты любишь Бога. Не споришь с ним, не доказываешь ему что-то. Вроде ничего сложного нету. Давай перенесем на другой день, Господи, так удобно, и так все делают. Что любовь – это действие тоже. Да, безусловно. Это не просто слова. Я тебя люблю, и все, на этом конец, да? Вы знаете, я когда-то слышала такое выражение, что любовь – это несуществительное, это глагол. Вы знаете, мне очень нравится это выражение, что в самом деле. Я бы хотела зачитать выдержка здесь, нам в уроке дается из книги «Наглядные уроки Христа». Очень красиво, я бы хотела прочитать. Любовь – это основополагающий принцип Божьего правления на небесах и на земле. Она должна стать фундаментом характера христианина. Только она может укрепить и сделать его непоколебимым. Только она дает возможность христианину выстоять перед любыми испытаниями и искушениями. Для меня это было что-то новое, что любовь даже помогает, она не то, что, ну, ближним нашим помогает, она помогает нам в трудных ситуациях, когда мы бываем искушаемы или у нас какие-то искушения происходят. Ну да, потому что она шлифует наш характер, она делает нас более терпимыми и терпеливыми. Вот это вам и выдержка в искушениях. Она делает нас более открытыми для людей. Это очень серьезный аспект и очень многогранный в самом деле. А вот мне хотелось бы еще обратиться к некоторым текстам. Давайте каждый раз вы будете этот текст озвучивать и прочитывать его. И вот в них тоже выражается любовь к Богу. Послание к Галатам, 5 глава, 14 текст. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Четко и ясно. Прекрасно. Михея, 6 глава, с 6 по 8 стих. «С чего предстать мне пред Господом, преклониться пред Господом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление моё и плод шрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». А также первое послание Коринфянам, 13 глава, одна из любимых глав. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Еще очень хороший стих, 1 Иоанна, 4 глава, 20 и 21 тексты. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». «Ну что тут еще добавишь?» «Вообще ничего». «Я когда читала вот эти тексты, что медь звенящая, я себе что-то так подумала, что иногда медь дает хороший звучок. Мы можем иногда изображать из себя таких любящих, хороших, делать добрые дела, но в глубине нету той настоящей любви, желания спасти человека по-настоящему. то мы как вот звук пустой. Да, вы знаете, Иисус все вот это повторял неоднократно своим ученикам и окружающим людям именно по той причине, что, как мы уже упоминали, в израильском обществе добродетель, она была выставлена на особую, это была особая ниша. У фарисеев, у знатоков закона, у них прямо это вот заносилось, знаете, вот как чек, чек, чек. Я сделал это, я сделал это, я сделал это. У них добродетель, она была как бы на потоке, понимаете как. Но Иисус неоднократно показывает, что это две стороны, которые являются единой составляющей. Единая составляющая, да, любовь к Богу и любовь к ближнему, она должна быть неразрывна одна от другой. Ну, вообще сама по себе любовь, само вот это чувство, это двигатель всего, мне кажется, двигатель вселенной. Потому что именно из-за любви совершаются браки, именно из-за любви рождаются дети. Ну, так как у нас все-таки женская такая сейчас аудитория, вернее, мы, команда, команда, правильно, да, вот, то и какая какая женщина хочет терпеть муки во время родов? Ну, никто, наверное, не захочет просто так потерпеть такие боли. А пойду-ка я потерплю. Да, да, да. Но в то же время любовь сподвигает на этот момент, да, то есть на роды, на рождение нового человечка в мир. То есть любовь помогает нам ухаживать и любить своих родителей, хотя мы уходим из их дома, да, и уже как бы свою семью образовываем. Любовь нам помогает любить вообще совершенно неизвестного для нас человека, совершенно незнакомого, который может быть не очень хорошо одет, как вот из твоей истории, вот мальчика этого, да, то есть это все двигается любовью, и эта любовь, это Бог. Именно Бог. Да, что Бог создал нас как продукт любви. Да, ой, классное выражение. Да, но мы принесли ему очень много боли, очень много боли, и продолжаем приносить, и тем не менее он продолжает о нас заботиться, вот она настоящая такая отеческая родительская любовь. Да, мы все являемся частью Божьей Церкви, а в Церкви много людей, которые страдаются и нуждаются в помощи. Знаем ли мы об этих людях? Замечаем ли их проблемы? Обличаем ли их страдания или наоборот способствуем их страданиям, порой даже тем, что просто проходим мимо их нужды? Можно много говорить о больших и глобальных проектах, но рядом всегда есть и ближние, присутствие которых мы возможно уже и привыкли. Да, в Церкви всегда есть те, на кого можно положиться в трудных обстоятельствах, но честность и справедливость, любовь и заботу должны проявлять не отдельные люди, а вся Церковь, как тело Христова. В конце своей беседы законникам Иисус рассказывает ему притчу о добром самарянине. Ну, эта притча, конечно, это, скажем так, апогей, наверное, христианства и евангелизма и всего, и очень часто любят упоминать и в проповедях, и в историях, и в уроках, и в поучениях, во всем. Вот почему Иисус именно этому человеку рассказывает вот эту притчу? Ну, как мы уже упоминали раньше, этот законник, он искал истину. Он был законником, он был себе на уме, но он искал истину. И Бог рассказывает эту притчу для него. Смотрите, левит и священник, они представители Бога на земле. Божьим промыслом они были посланы на тот путь, где лежал этот бедный человек. И они, по идее, должны были проявить милость к нему. Но Елена Вайт говорит, что левит пожалел, что пошел той дорогой, когда он увидел этого человека. Знаете, это было в те времена очень тяжело, потому что священники, фарисеи, книжники, они считали, что простые люди, они невежественные, и общение с ними оскверняет их. И для того, чтобы потом очиститься, нужно было пройти долгий процесс. И получается, что у священника были свои ближние, у левиток кто-то другой свои ближние. И когда вот это все Иисус рассказал эту историю, то законник даже не удивился тому, что и левит, и священник прошли мимо и ничего не сделали. Для него это было все нормально. А что вы ожидали? Я бы еще хотела добавить, что желание веков книга говорит, что этот законник, он даже не ответил, что самарянин поступил правильно. Он сказал, тот, кто проявил милость. То есть, это насколько было для них ниже достоинства общаться с самарянами или тем более помогать или что-то в таком плане делать? У меня такой вопрос, вопросом на вопрос. А неужели Дух Святой ни священнику, ни левиту не давал знать, что они поступают плохо? То есть, неужели у них не было вообще никакого сожаления или там желания какого-то хотя бы такого мимолетного помочь? Было. Было. Там написано, что один из них даже подошел и посмотрел. Вот я поэтому и задавала вопрос. о том, когда он представил себе, сколько же ему придется всего сделать и чем обернется для него это деяние, он решил идти в освоясь. Это один момент. А второе, вы знаете, что Дух Святой работает над нами постоянно, но всегда мы его делаем правильно. Вот. Мы иногда отмахиваемся от его голоса. Судя по истории, действительно, Дух Святой работал, и они слышали голос этого Духа Святого. Но мы иногда слышим голос, мы понимаем, что так сделать правильно, но какие-то обстоятельства жизни и наши внутренние... Приоритеты. Да, наши внутренние приоритеты. Там нет времени, я не знаю, много разных всяких отмазок на сленге говоря, но Дух Святой работает всегда. То есть наша задача, очень важный момент, этот Дух Святой не отодвинуть в сторону, не сделать по-своему, а прислушаться. Если мы попадаем в какие-то такие обстоятельства, где мы видим, что мы можем проявить свою любовь или какую-то... позаботиться о ком-то, да? И раз мы тут в этой ситуации и мы это видим и можем помочь, нам нужно это делать, а не проходить мимо. И в уроке нам дается даже вспоминается о том, что если у вас вол упал в ям, животное какое-то, то мы должны помочь. А что говорить о человеке? У священника и у левита, я думаю, у них были аргументы конкретные. Один там и шел на служение, я спешу, у меня обязанности, меня там ждет конгрегация или левит, еще что-то. Один боялся, что разбойники на него нападут, потому что же нападали. Это нормально, это нормально, и мы так же поступаем. Но все-таки, действительно, как мы уже говорили, Дух Святой нам говорит, все-таки жизнь человека, поступить вот так, ты никогда не пожалеешь, когда ты именно спасешь, поможешь кому-то. Знаете, есть такое еще выражение, лучше ошибиться в сторону праведности, да? Мы иногда вспоминаем стихи такие, которые нам выгодны в добродетели, рассудительность, да, вот такие вот часто бывают. Иногда можно просто добродетель проявлять вот просто, потому что ты понимаешь, что человеку этому нужно сейчас и здесь. И, возможно, даже не нужно подвергать каким-то, я не знаю, сомнениям, а действительно ли так нужно сделать. Просто нужно делать, а Господь там потом усмотрит. Но интересно, что подводя итог, этой беседе, Иисус сдвигает фокус и все-таки акцентирует внимание на том, кто же является ближним. И вот сегодня я хочу задать этот вопрос. Вот как вы считаете, кто же наш ближний? Мы ведь тоже считаем ближними своими, таково мы считаем. Кто возле нас? Да, родных, друзей. Да, в лучшем случае друзей. Иногда соседи у нас очень приятные. Иногда у нас коллеги ну просто чудесные люди, да? И мы с удовольствием с ними проводим время и готовы им помогать и все что угодно. А вот все-таки что же хотел сказать Иисус вот этим вопросом? Кто мой ближний? Ближний тот, кто нуждается сейчас на данный момент в себе. Оказавшим ему милость, этот человек говорит, да? То есть тот, кто... Тот и ближний. Да. Кто нуждается в тебе, если ты видишь, что человек нуждается в твоей помощи. Может быть, конкретно не в твоей помощи, но ты видишь, что этот человек нуждается. Вот это твой ближний. Это локально. А если глобально, то можно сказать, что ближние это люди, которые вокруг нас и не знают Бога. Люди израненные грехом. И они ждут нас, чтобы мы пришли, открыли им Бога и помогли им. Ну даже и те, которые с нами, наши дети, наши родители, наши супруги, они тоже наши ближние не в плане родственных связей, а в том, что они тоже нуждаются, чтобы мы могли им в своей жизни открывать Господа. То есть, обязательным образом, не только люди со стороны, потому что очень много наших детей, которые живут и принимают Христа номинально, по привычке. Мы должны и на этом поле работать обязательно. И это очень важный момент в нашей жизни, чтобы наши дети, они были крещены любовью Христа, Духом Святым. иногда нам не нужно делать что-то большое или быть многословными. У меня на работе был такой случай, я как бы с многими людьми работаешь по работе, и одна женщина, я там помогала ей, как бы, чтобы лекарства, чтобы страховка ее покрыла лекарства, там как бы чуть сложный такой процесс, я ей помогла, и она потом присылает мне открытку, благодарит меня за это, и она говорит, ты знаешь, ты очень, я даже сохранила эту открытку, потому что, ну, такого еще не слышала ни от кого, она говорит, ты много слов не говоришь, но ты много делаешь, и говорит, я тебе очень благодарна, я уже много лет, как бы знаю, она ходит к нашему доктору, и вот даже такое бывает, люди могут видеть Бога через дела, они наши даже слова, которые мы можем... Ну да, я вот знаю, мы все их знаем, одну семью, которые, они вот в буквальном смысле этого слова каждой минутой своей жизни они служат, через них пришло огромное количество людей, они постоянно принимают у себя дома в гостях людей, то есть все приезжие, которые были здесь, очень, вернее, не все, а многие, двери дома открыты, то есть мы иногда говорим о том, что вот надо помогать, надо помогать, но не всегда теория, сопровождается практикой, а вот эта семья, да, наша адвентистская семья, они, приезжает новый человек, они говорят, негде жить, пошли к нам, сразу же Оля идет, покупает пижаму, нижнее белье, там все, 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 то есть очень много средств тратится, плюс, естественно, это же все нужно обслужить, это нужно времени, сколько много потратить, это нужно материальных средств тоже, сколько много потратить, и эти люди настолько дарят эту любовь, что я знаю просто людей, которые вышли уже потом из их дома, уже в свое жилье, они говорили, мы не видели такого добра никогда в жизни, причем незнакомые люди, не то, что там их какие-то родственники, это совершенно чужие люди, и это потрясающе, как Господь может делать. Я все-таки верю в то, что каждый человек имеет дар, и вот такие люди, это у них особый дар, гостеприимство, любви, есть такие люди, я тоже знаю таких людей, а другие люди, они более поскромнее, но у них другой дар, конечно, конечно, которым они могут делиться, может, это даже не видно, они могут молиться, быть молитвенниками, или что-то еще другое делать, потому что важно, чтобы каждый нашел свой дар, и вот действительно ближним служил своим даром, потому что мы можем стараться, вот я тоже хочу быть вот такой, как вот она, или вот он, я тоже хочу быть таким миссионером, нет, надо прислушаться, что Господь тебе говорит, что ты можешь делать. Потому что не все учителя, не все проповедники. Кто мой ближний? Ответ на этот вопрос переключает внимание снуждающегося в помощи на оказывающего ее. Слова Иисуса «иди и ты поступай так же» демонстрируют факт, что недостаточно правильного знания вещей, нужны поступки, Евангелие, воплощенное в жизнь. И на этой неделе нам даются прекрасные практические задания. Начните ежедневно молиться о человеке, который отличается от вас или даже не нравится вам. И следующее задание со звездочкой. Назовите трех ваших знакомых неадвентистов, определите их потребности эмоциональные, физические, социальные и подумайте, как вы можете лично послужить этим нуждам, что можете сделать для них на следующей неделе. Если мы не спасаемся делами, почему же так важно любить ближнего и быть готовым послужить ему? Во-первых, поступая так, мы следуем примеру Христа, для которого служение, сострадание было первостепенным в его жизни и служении. Также, становясь ближними для бедных и нуждающихся, мы излечиваемся от эгоизма, учась делиться друг с другом и жить жизнью, свидетельствующей об истинной религии во Христе. Именно такое практическое Евангелие способно превращать наших ближних в наследников Божьего Царства. Пусть наши молитвы сегодня будут слова «Господи, пошли мне сегодня кого-нибудь, кому я мог бы помочь?» И да благословит нас Господь в этом. Редактор субтитров А.Семкин.